Да, я еду на акцию протеста против подорожания цены бензина. Хочу топлива по 18 рублей, можно дешевле, потому что это так нельзя жить, вообще ужасно, мне это не нравится. Даешь дешевое топливо! Остановите цены на топливо! Остановите цены на топливо! Остановите цены на топливо! Остановите цены на топливо! О чем? О чем платят? Вообще ничего не платят! От профсоюза стоим! А вы думаете у нас молодежь только за деньги стоит? Конечно! А почему? Можете обозначить? Остановите цены на топливо! Остановите цены на топливо! Остановите цены на топливо! Нет, дорогому дыру! Говорим, ребята, где тут подписаться? А меня задолбался, заправляться! Скажите, я подписываюсь! А у меня уже водительский стаж целых 8 месяцев! Очень дорогой бензин меня вообще не радует! Я здесь стою по собственной инициативе и всех сподвигаю за снижение цены на топливо! Даешь стране дешевый бензин! Представьтесь, пожалуйста! Я Пшеничников Кирилл, студент 2-го курса ТТИ Белгородского технологического университета! Что вы думаете по поводу рост цен на бензин? Нормально! О чем говорится? По карману не бьет постоянно, так заправляется, оно растет постоянно! Нормально! Можно пока позволить? Ну, вы можете, некоторые не могут! Ну, остальные постнородные не могут! Что вы можете сказать по поводу роста цен на бензин? Я очень крайне недоволен! Потому что страна большая, богатая, мы нефть добываем, а бензин дороже, чем в странах, куда мы его экспортируем! Ну блин, больше слов нету. Нет высоким ценам! Нет высоким ценам! Нет высоких ценов! Сегодня во всей России проходит акция, организованная Общероссийским профсоюзом работников автотранспорта и автотранспорта, поддержку за то, чтобы бензин был намного дешевле, чем сейчас. Все находится в руках нефтяной монополии, они устанавливают собственные цены, а мы поддерживаем профсоюз автодорожников, потому что мы, во-первых, солидарны, и подорожание не только коснется на водителя, которые вынуждены будут повышать цены на проезд, но и вообще большинство отраслей народного хозяйства. В том числе сегодня мои коллеги, члены нашего отраслевого профсоюза работников образования и науки сегодня тоже поддерживают вот эту всероссийскую акцию. И мы требуем, чтобы правительство все-таки взяло в свои руки контроль над повышением таким вот ничем не обоснованным с нашей стороны, как там видится, цены на горюче-смазочные средства. Ну и вообще, конечно, взялось за это, потому что все-таки Россия богата своими нефтяными ценностями, скажем так, богатствами, и вот так это, в общем-то, нас не очень устраивает. И дело в том, что вот в отрасли образования, в нашем отраслевом профсоюзе, очень большая масса студенчества. Вот наш профсоюз объединяет примерно где-то, ну, 25 тысяч членов профсоюза студенческой молодежи. Конечно, это тоже будет отразиться и на обеспечении их, во-первых, ну, недостаточно, скажем, такая большая стипендия. Не каждый живет в общежитии рядом с образовательным учреждением. Приходится подъезжать к нему, использовать общественный транспорт. Все это, конечно, вот и идет по карману молодых людей. Поэтому мы сегодня все профсоюзы, которые у нас есть в Российской Федерации, мы солидарны с профсоюзом работников транспорта и вышли поддержать их в этой акции протеста. Я думаю, что правительство услышит нас, и наш голос будет иметь свой какой-то, ну, решающий, что ли, голос. Ну, я не думаю, что у нас это будет глаз попиющего в пустыне. Я думаю, что нас и правительство услышит, ну, и вот те, от кого это все вот зависит. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...